В районе продолжаются ремонтные работы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Большинство до уже готовы к сдаче. Лишь в нескольких садах работы не завершены, так как масштаб работ у них другой. В последние годы детские сады района принимают активное участие в программе «Доступная среда», благодаря которой у воспитанников есть одинаковые условия для развития. В начале июля подрядная организация ООО «Астемстрой» в рамках этой программы начала ремонт в одной из групп ДОУ номер 9 хутора «Казенок Ужорский». По федеральной программе у нас получается доступная среда для работы с детьми ОВЗ. У детей с ОВЗ получается очень большая возможность воспитываться, развиваться с обычными детьми. Поэтому я считаю, что везде должны быть такие программы. В рамках этой программы что было сделано у вас в группе? У нас в младшей группе туалет полностью переделан, то есть и кафель, полы, унитазы новые для детей с ОВЗшниками. Доступ и к раковинам, и к унитазам, к мойке везде полностью оборудование. Что у вас осталось? Какие последние работы? Ну, остались покрасочные трубы, покрасить трубы и все. По словам заведующей Венеры Казарезовой, в этом году планируется принять более 40 воспитанников. Само учреждение уже готово к приему детей. Во всех группах чистота и порядок. Игрушки разложены по полкам и ждут своих хозяев. В продолжение темы. Огромные изменения на сегодняшний день претерпевает одно из дошкольных общеобразовательных учреждений Ходинского сельского поселения. Это ДОУ номер 11. Благодаря спонсорской помощи ООО «Южгазэнерджи» 20 июня был начат капитальный ремонт всего здания. Уже можно заметить, что проделана очень большая работа. Этим занимается подрядная организация ООО «Бизнес-трест» с города Краснодара. Ежедневно, в зависимости от погодных условий, они выполняют свои обязанности. За ходом работ постоянно наблюдает глава поселения Рамазан Тваснаков. О том, на каком этапе находится ремонт, нам рассказала заведующая Светлана Тхабисимова. Начался ремонт с 20 июня. Подрядчики ООО «Бизнес-трест», они с Краснодара подрядчики, приезжали ежедневно, несколько бригад работали. И планируют, наверное, уже закончить, согласно договору, они закончат, укладываются в сроки. Какие работы уже проделали? Так, это стены отштукатурены, кафель выложен, полы готовы почти, ламинатом и кафелем нужно покрыть. И вот снаружи сайдинг будет. И все, что осталось. Основная работа вся уже сделана. Так, откосы готовы, проводка вся новая, канализация новая. Все абсолютно новое. И вот эта вот вся работа уже основная проделана. Теперь ждем отделочные работы просто. Надо покрасить стены. И сколько всего групп? Три группы. Старшая, средняя и ясельная группа. 72 ребенка всего в садике. Мы планировали первую уже открыться. Если задержка будет, то хотя бы только на неделю. Вот так планируем. Сколько воспитателей у вас есть? Семь. Семь педагогов. Логопеды, психологи вместе со всеми. Семь педагогов. Активное участие в процессе принимает и сам коллектив. Вы вот сейчас присутствуете, воспитатели тоже здесь. Чем они занимаются? Ну мы потихоньку уже что-то снаружи выкрашиваем. Заборы там, трубы, качели. Потихоньку двор приводим в порядок, чтобы потом не было столпотворения. О том, насколько значимо строительство для поселения, можно определить по эмоциям заведующей. Конечно, довольны. Очень даже довольны. Все, весь аул. Приходят родители, чем помочь, спрашивают. Из слов заведующей хочется отметить, что ремонтные работы производятся с учетом последних норм и требований к безопасности. Натюся Кчмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабинского района.